Всем привет! С вами программа «Профессии и люди». И на этот раз мы познакомимся с человеком, которого можно без преувеличения назвать мастером на все руки. Он и на инструментах играет, и танцует, и поделки делает. Все это про Валерия Шилкина. Он заведует народным отделом в детской школе искусств номер 11. Надеюсь, он и нас чему-то научит. У средней группы детского ансамбля «Журавушка» занятия по фольклорному ансамблю проходят насыщенно. Сначала делают дыхательные упражнения, распевки, потом играют на музыкальных инструментах, поют, а также разучивают танцы. Достичь успехов ребятам помогает Валерий Шилкин. Само начало, пожалуйста. Ваше первое движение. И... Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Под руку кружимся, красиво кружимся, не торопимся. Настановились. Валерий работает в детской школе искусств с 2008 года. Народным творчеством стал увлекаться еще в школе, когда попал в детский ансамбль «Журавушка». Сегодня сам им руководит. Как шутит преподаватель, семья у него поющая, поэтому и он решил не отставать. Говорит, что к детям нужно найти особый подход. Занятия проводить без лишней строгости, по-доброму, чтобы песни лились, как ручей. Валерий, может, дадите себе мастер-класс какой-нибудь по игре на каком-нибудь инструменте? Ну, я подготовил вам некоторые инструменты, какие-то такие вот интересные, так скажем, некоторые вот народные, там известна была Лайка, да, Баян. Заинтриговали уже. Вот. На чем мы играем еще и в ансамбле? Ну, можно играть на свистульке, да? То есть свистульки были разные, глиняные. Тоже... Ну, конечно, у них мелодия ограничена, но можно играть, да? Мы не ошиблись? Вот тут расческа лежит. Это все правильно? Да, это оставим на закуску. Вот, да. Свирель. Люди русские были простые, все было просто, да? Простая камышовая дудка, на ней тоже можно играть, в принципе. Так, вот тут еще вторая есть, да? Что такое? Ой, это тоже, это белгородский инструмент, называется он калюка. Он не увидит, даже нет отверстий никаких. Да, да, да. То есть он играется, подача вот именно воздуха, чем больше ты подашь, то есть можешь сделать мелодию такую вот. Попробовать можно? Можно. Честно, мне страшно немножко. То есть у другой стороны вот так нет. А вот это вот так, да, надо держать? Вот я закрываю пальцем, один раз пальцем будем открывать-закрывать. И прям воздух разные. Так. Чем сильнее воздух дашь, тем будет звук выше. Так, а вот и пальцем, да? Это просто, да, играет. То есть разный звук, там сильнее дунешь, он будет выше звук. Прям интересно вот реально, да, вот то, что выше, ниже и по нотам, да, вот получается эта игра такая. Да, то есть можешь сделать любой желающий вообще, в принципе. Очень интересно, на самом деле, да. Так и что такое расческа? Что за расческа-то? Некоторые у нас даже говорят, даже на расческу, то есть можно сырать мелодию на расческе. Плюсовые кит-найгрыши подыграть все. Сейчас. То есть подыграть все на расческе? Ничего себе вот. Да, то есть простые. Из простого, да, подручьего на самом деле материала, точнее не материала, а изделия, да, можно сделать мелодию. Звук вообще извлечь, все что угодно, да, играли и на медных тазах, и на косах играли. Ну и руками же, да, это же самое. И руками прихлопали, то есть поэтому вход шли любые народные инструменты. Чтобы побольше узнать о Валерии Шилкине, мы отправились в его кабинет. Представляете, как я удивился, увидев здесь настоящий музей. Повсюду инструменты, костюмы, украшения, прялки и другие предметы быта. Даже самые необычные для современного человека. В кабинете Валерия Шилкина можно найти очень много интересных вещей. Среди инструментов и роскошных костюмах тут висит настоящая старинная детская люлька. Валерия, ну для начала расскажите, где мы вообще находимся, какая-то сокровищница у вас тут прям. Ну мы находимся в детской школе искусств номер 11. Это кабинет музыкального фольклора. Вообще это так называется интерактивный образовательный проект «Тайна старого сундука», на котором собраны уникальные костюмы. Это костюмы конца 19 века, сундуков наших бабушек, прабабушек. Различные предметы деревенского быта, которые были привезены из фольклорных экспедиций. Что-то было подарено, что-то покупалось. То есть годами-годами собирался такая вот коллекция большая всего. То есть здесь оригиналы, да, все или что-то может... Нет, здесь в основном все это подлинное. То есть подлинная одежда и подлинные предметы быта. То есть это все настоящее, пользуются наши предки еще в те давние времена, так скажем. Ну и сколько лет вы собирали по крупицам это все? Ой, ну вообще любовь началась очень давно. Как бы собирание вот именно предметов деревенского быта. То есть то, что я с 2006 года выезжаю в фольклорные графические экспедиции по хуторам, по селам нашей области, Ростовской области. Валерий прилагает огромные усилия для сохранения русской культуры. Часто путешествует по России в составе фольклорных экспедиций. Это запланированная экспедиция обширная в какой-то определенный район Волгоградской области, да, там мы выбираем. И едем с целью записать и музыкальный материал, и этнографический, исторический, собрать сведения о предметах деревенского быта, сведения о народном костюме. То есть как бы вот такая обширная экспедиция. Потом это все собирается, это все как бы систематизируется. И на основе этого пускаются уже научные публикации, научные пособия, сборники с народными песнями, создаются диски народных исполнителей. То есть как бы они потом используются в работе даже в школе, я с детьми пою эти песни, да. Используют материалы на уроках народного творчества здесь в школе тоже. Это вот такое, скажем, наше богатство, это нематериальное наше культурное наследие. Насколько вот много, вот насколько богат регион наш? Ну вообще область музыкального фольклора, наша вот Волгоградская область, очень обширная. Потому что здесь проживают казаки, здесь сложилось такое уникальное многоголосие, которое нет даже в некоторых других регионах России. Вот, конечно, очень сложные, тягучие, велючие песни эти казачьи. При работе с детьми, конечно, мы такие песни не используем, да. Но все равно мы в экспедициях записываем какие-то колыбельные, которые можно петь ребенок, какие-то потешки, какие-то плясовые, несложные песни, которые мы тоже используем в своей работе. Много календарных песен. У нас вышел два года назад целое издание такое научное, календарные праздники Нижнего Поволжья и Подони, где собрано не только описание этих праздников, всех календарных, но и собран весь музыкальный материал. Это более 120 песен календарного цикла, вот, то есть по нашему региону. Самые яркие и блестящие экспонаты в кабинете Валерия – старинные костюмы из разных уголков нашей области, а также соседних регионов. Платье и украшения сильно отличаются между собой. Дело в том, что одежда в те времена была своеобразным паспортом. По ней можно было узнать, где родился человек, какого он возраста, состоит ли в браке и даже имеет ли детей. Здесь такое вот разнообразие костюмов и очень выделяется вот этот из всех. Вот расскажите поподробнее его историю. Да, вот этот костюм, кстати, вот чем интересно, что он пришел ко мне от одной хозяйки. То есть это не собранный, да, по отдельных частям с одного села, там, Рубах, отдельный там, Панева. То есть это костюм одной хозяйки, как он был, так он ко мне и пришел. Это костюм у нас из Воронежской области, из Бутурлиновского района. Это праздничный костюм, это костюм женщины, замужней женщины, потому что на женщины одет не сарафан, а вот такая вот клетчатая юбка Панева здесь есть. То есть это такой вот атрибут, как, скажем, уже женщины. Костюм состоял из рубахи, вот, богато расшитые. Вот мы здесь видим пайетки и бисер, круговой маниста, весовой маниста, вот такие пояса тоже тканые, расшитые, различные тоже и бисером, и пайетками. Помимо сбора информации про одежду и быт, Валерий старается как можно больше узнавать и про обычаи, которые связаны с различными праздниками. Изготавливали 22 марта на праздник 40. Вот, с такими птичками дети выбегали на улицу и закликали весну, пели различные заклички. Там, живороночки, пичужоночки, прилетите к нам, весну красную, принесите нам. Нам зима надоела, много сена поела. И еще хозяйке, такая вот хитрость была, они запекали в некоторые жаворонки какие-то сюрпризы. Допустим, копеечку могли запечь, да, кому достанется, будет там богато. Или кусочек соломы, то есть, что будет год, будет такой плодородный, скажем. Ну, вот такие жаворонки, и причем такую выпечку готовили, и обязательно клали еще в красный угол ее, да. И при первом выезде в поле, когда выезжали сеять, ее брали с собой, и на поле либо раскрашивали, либо закапали землю, опять же, для хорошего урожая в будущем году. Валерий Шилкин – лауреат премии города-героя Волгограда в области литературы и искусства, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. А в этом году в копилку его достижений добавилась еще одна весомая награда. Валерий, если я не ошибаюсь, то вы вошли в сотню лучших преподавателей детских школ искусств, да, или нет? Да, такое есть, вот, 5-го числа был подписан этот указ, это был конкурс, российский конкурс на присуждение премий лучшим преподавателем детских школ искусств России. И вот я вошел в число сотку лучших преподавателей детских школ искусств России, вот, конечно, это очень так ценно, вот, еще ценнее, что все, конечно, так, был конкурс на отбор очень жесткий, потому что было подано больше 500 заявок вообще со всей России, вот, и как бы вот прошел такой... Ну и как считаете, почему стали? Ну, надо любить свое дело, которым ты занимаешься, это самое главное, я так считаю, потому что конкурс был состоял из многих этапов, так скажем, которые были обязательны критерии выполнения. Это было участие и твоих детей, да, из учеников в конкурсах различного уровня, участие личных педагогов в различных конкурсах, в фестивалях различного уровня. Это обязательно работа с новыми, как скажем так, введение новых инновационных технологий, да, в свою образовательную деятельность. Это и выпуск пособий, это выпуск и научных статей, публикаций, то есть и число поступивших твоих выпускников в заведение, да, музыкальное, по музыке. Как оцениваете образование в Волгограде, да, вот в народном творчестве, в музыке? Ну, сейчас, конечно, все развивается, потому что поначалу, когда я пришел работать, у нас не было в школах еще музыкального, то есть фольклор таких отделений. То есть были просто, как бы, вот кружки, так скажем, при школе, связанные с народной песней, с народной культурой. Сейчас почти во всех школах у нас в Волгограде есть фольклорное отделение, да, где обучается тоже большое количество детей. Абсолютно разная направленность у нас, и казачья направленность, и русская направленность. И тут занимается такой, скажем, народной стилизацией уже, да, то есть какой-то классический народный вокал. И, как бы, скажу, что, как бы, народная вообще песня у нас, народная культура в Волгограде в школах, как бы, на высоком таком уровне, потому что у нас очень квалифицированные преподаватели работают, да, концертмейстеры, вот. Вот много выпускников моих, там, одногруппников моих, вот, то есть, с которыми мы общаемся до сих пор, то есть, как бы, у нас все хорошо с этим. Вот такой получился интересный выпуск программы «Профессии и люди». Увлеченный своим делом, неиссякаемый творческий порыв, сотрудничество с единомышленниками, а также сотворчество с детьми и их родителями. В этом и кроется секрет успеха Валерия и его подопечных. Он на личном примере мотивирует ребят покорять даже самые недосягаемые вершины. Субтитры создавал DimaTorzok